Здравствуйте! Это программа «Неизвестная об известным» и я Дмитрий Седов. Дама сдавала багаж, диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Наверняка многие из вас узнали эти строки и стихотворения Самуила Маршака, но собачонок, больших или маленьких, мы сегодня вам не покажем, а вот о багаже поговорим. А знаете ли вы, что чемоданы в СССР массово начали появляться уже после окончания Великой Отечественной войны, когда нацизм был побежден? Из Германии потянулись эшелоны с возвращающимися на родину солдатами и офицерами, многие из которых везли с собой трофеи, сложенные как раз в огромные чемоданы, получившие в народе прозвище «Великая Германия». Этот эпизод отражен в пестиву Владимира Высоцкого «Баллада о детстве». Трофейная Япония! Трофейная Германия! Пришла страна-лимония! Сплошная чемодания! Что же получается, до войны чемоданов в Советском Союзе не было? Разумеется, это не так. Просто встречались они намного реже, чем в 50-х годах, когда было налажено их промышленное производство. В 20-е и 30-е годы прошлого столетия чемоданы небольшими партиями выпускали кустарные мастерские в Москве, в Ленинграде и в Одессе. Внешне, разумеется, чемоданы той поры значительно отличались от привычных нашему глазу. Делали их чаще всего из дерева, реже из кожи или дермантина. Дополнительную прочность чемодану придавали металлические планки, установленные на углах. Роль застежек выполняли защёлки, расположенные сверху, а в дополнении к ним поперёк корпуса могли быть прикреплены ремни с застежками. Внутри чемодан был обклеен либо бумагой специальных сортов, либо шёлковой или хлопчатой бумажной тканью. Он имел карманы, дополнительные отделения, перегородки, вкладные лотки. Для фиксации вещей устанавливались затяжные ремешки из кожи или крепкой тесьмы. Колёсиков у чемоданов в ту пору не было, поэтому женщинам бывало тяжеловато их носить. Для прекрасного пола изготавливали ручные чемоданчики, такие как на этом послевоенном фото. Но казалось, всё это по большей части городских жителей, и то не всех. Значительная часть советских людей в конце 30-х, начале 40-х относилась к чемоданам с недоверием. И предпочитала привычные сумки, баулы, корзины и узлы. Если взглянуть на документальные кадры военного времени, отправляясь в эвакуацию, своё имущество люди в большинстве своём вывозят отнюдь не в чемоданах. Так обстояли дела в Советском Союзе. Впрочем, в нашем музее можно увидеть не только отечественные чемоданы. Вот, например, комендант. Только прибывший следить за установлением нового порядка на оккупированной земле. Ещё не успел разобрать свои вещи, которые привёз вот в таком чемодане. Есть важный нюанс. Изготовлен этот предмет был не в Германии, а во Франции. Такое было не редкостью. Ведь в то время порабощенная Европа работала на Германию. Но в 1945 году этому наступил конец. На сегодняшний день чемоданы используют практически все. С тех пор они, конечно, видоизменились, но не утратили своей пользы. На сегодня всё. Ещё больше программ смотрите на официальном сайте Музея Победы. С вами был я, Дмитрий Седов. Увидимся!